Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема вашего вопроса заключается в том, что вы слишком, наверное, невнятно его написали. То есть, ну, вы не мне понаписали свой вопрос, его можно интерпретировать по-разному. Вот. В принципе, вам, мои коллеги, всё достаточно подробно объяснили. Вот. Я думаю, что вам можно задать вопрос примерно следующий. Почему вы решили, что у мужчины обязательно отношения? То есть, вот, что вас навело на мысль о том, что у него отношения? Может быть, у него нет отношений, но он просто хотел вас проучить. То есть, мне кажется, что основная проблема здесь в том, основная проблема, что вы, как бы, очень многое додумываете. То есть, вы додумали, что если мужчина не ответит, значит, он вас ждёт. Вы додумали, что если человек с вами не встречает, значит, у него обязательно, ну, значит, у него обязательно отношения есть. Вот. То есть, мне, как минимум, представляется ваша позиция, ну, такой, знаете, то есть вы как будто, знаете, а, ну, вы хотите видеть, а, то, что хотите, но не желаете, вот, наверное, как-то реальный мир признавать, да, принимать реальный мир, вот. То есть, мне видится ваша проблема, наверное, в этом, в первую очередь. То есть, вы очень много додумываете здесь. Дальше, значит, очень важно понять для вас, ну, для себя, очень важно понять, что значит мужчина. Вообще. Для вас. Что он значит? То есть, если он вам, к примеру, дорог, если он вам, к примеру, ценен, да, то, почему вы действительно его предали и с ним расстались? Ну, что предали, я не считаю, что вы его предали, потому что, ну, может быть, были какие-то для этого предпосылки, вот. Может быть. Может быть. То есть, я не знаю. Может быть, вы, значит, были в отношениях таких, которые подразумевали, значит, все-таки, вот, какой-то негатив для вас. Поэтому я полагаю так, что ваши отношения нужно исследовать. Нужно исследовать и с ними разбираться. Для того, чтобы, условно говоря, точно вывести. Почему? У вас не получилось, и для чего, и почему вы общались с человеком. То есть вот, ну, несмотря на то, что вы расстались, да, несмотря на то, что вы, ну, были не вместе, вот, несмотря на то, что вы были не вместе, вы все-таки общались зачем-то, да, для чего-то, вот, и так далее. То есть это вот, все такая очень важная, на мой взгляд, история. Вот. Очень важная история, на мой взгляд. Потому что, получается, да, что вы его, ну, не отпускали человека. Вот. А у этого обязательно должны быть, ну, причины. Какие-то. Вот. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. Понимаете, да? О чем идет речь. Значит, дальше. У меня такое ощущение, что вот человек, да, он просто хотел вас проучить, чтобы вы, может быть, ну, страдали, как он страдал. То есть вот такое ощущение возникло. Вот. То есть просто человек вас хотел проучить, чтобы вы, может быть, ну, страдали, как он страдал. То есть вот такое у меня возникло ощущение. Да? То есть это его очень, очень похоже на его какой-то, знаете, план такой вот. Я, конечно, не знаю, вот, всех тонкостей этой, ну, вот вашей ситуации. Я всех тонкостей не знаю, конечно же. Вот. Но мне кажется, что это был его план. Такой. 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 Вот. Он как-то вот целенаправленно, да, к этому шел, к тому, чтобы вот вас оставить ни с чем. Вот. Зная, зная, зная при этом, что вы, значит, ну, на что-то расшипываете. Вот. То есть вот для меня лично это выглядит вот примерно так для меня это выглядит. Ну и, конечно, ваша реакция, именно ваша реакция, именно ваша реакция, именно то, как вы отреагировали на это, да, на мой взгляд, очень важно, потому что, ну, а чего вы ожидали, да? То есть вы ожидали чего-то другого, вы хотели чего-то другого, вы думали, что будет как-то иначе, то есть почему вы не ожидали того, что мужчина, ну, поступит по-другому. Вот. То есть это вот, мне кажется, такая история, мне кажется, вот такой момент и, ну, как бы исходить нужно из этого. На мой взгляд, опять же. Вот, в принципе, так, наверное, можно вам ответить. Что ответить больше, больше, наверное, ответить нечего, потому что, ну, как бы вы сами, в принципе, все видите. Вот. Вопрос нужно действительно задавать вам, а не ему. Да, вопрос нужно задавать вам, почему вы, грубо говоря, вы, грубо говоря. Ну, раньше с ним в отношениях не были, да, и только после того, как развелись, решили с ним в отношения опять вступить. При этом, при этом, как бы, не особо интересуюсь, хочет он этого или нет. И активно, да, значит, ну, беря ситуацию в свои руки. Вот. То есть я не считаю, что вы делаете что-то обязательно плохое, беря ситуацию в свои руки. Вот. Но как бы вы инициативу на себя, если принимаете, то что стоит ожидать таких вот казуслов, да, таких вещей от людей, особенно от мужчин, потому что, ну, мужчины-мужины, они любят, когда инициативу берут, как бы, в свои руки. Женщины, когда женщина берет инициативу в свои руки слишком сильно, и их это может, как-то отстранить. Вот. Поэтому тут, вот так. Ну, я думаю, что человек, просто-напросто, хотел вас проучить, да, хотел, возможно, опомстить. Вот. На мой взгляд, ситуация была подозрительная еще в тот момент, когда он отказался вступать с вами в сексуальные отношения. Вот. Мне кажется, что уже в тот момент вы могли бы заподозрить неладное. Вот. Ну, если бы, да, если бы, значит, повнимательнее бы отнеслись к этой ситуации. Вот. Ну, то, что вы не сделали этого, опять же, может быть связано с разными моментами, например, с тем, что вы в чем-то нуждались. Вот. Не обязательно, что вы, ну, не обязательно, вы, как бы, значит, ну, нуждаетесь вот только в жилетке, да, то есть я, ну, я, все-таки, считаю, считаю, что тут, как бы, ну, немножко, другой подтекст, то есть, возможно, ну, возможно, вы просто считаете себя, например, недостойной, вот, ну, счастливых отношений, вот. Я имею в виду по-настоящему счастливых отношений, возможно. Вот. Может быть, есть какая-то еще другая причина. Вот. То есть это, конечно, желательно на этот момент поисследовать, потому что, ну, все-таки это достаточно серьезная история, серьезная тема. Вот. Мне так, по крайней мере, видится. Вот. И если в ней разобраться, да, то, ну, вполне вероятно, что вы ошибок больше таких повторять не будете. Вот. Вот. А если, к примеру, человек вам, ну, действительно дорог, вот, то можно и с ним отношения, в принципе, в принципе, еще наладить. Вот. Вот это тоже реально. Вот. Главное, чтобы вы, ну, как бы, определились. Вы определились с тем, что же вы хотите для себя. Вот. Сами. Что вам нужно самой. Вот. Вот. И какое во всем этом место, да, занимает, собственно, ну, мужчина. Ваш. Вот. Мне представляется ситуация именно такой. Именно такой. Вот. То есть тут, на самом деле, очень много всяких есть моментов. Вот. То есть это моменты самого разного вида. Это моменты самого разного толка. Вот. То есть это может быть идея, да, это может быть идея вашего поведения, например, например, ну, вашего поведения женского с мужчиной. Это может быть идея каких-то еще вещей. Вот. Ага. Которые могут быть связаны изначально с вашим характером, характером и характером ваших отношений с этим мужчиной. Вот. Ну, вот так. Поменьше обращайте внимание на, значит, поменьше обращайте внимание на, ну, людей, да, вот, людей, вокруг вас и побольше внимания, побольше внимания обращайте на себя, да, и на то, что вам нужно. Вот. Потому что, ну, в проактивном случае вы так всегда рискуете зависеть от, значит, кого-то и свое счастье по итоги не построить. Вот. Что было бы очень специально, на мой взгляд, потому что, ну, как бы, счастье достоин в этом смысле любой человек. Вот. Примерно так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Если у вас остались вопросы или если осталось желание, значит, что-то обсудить, выяснить, вот, выбирайте себе, значит, психолога на нашем ресурсе, вот, будем рады вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok